Автор этого видео работает в одном из магазинов по Октябрьской улице. Услышав неприятный скрип, продавец вышла на улицу и увидела, как большое дерево падает на линию электропередачи, а затем приземлилась на автодорогу. С испугу женщина быстро вернулась в помещение, однако любопытство заставило ее опять выйти из торгового павильона. Быстрее всех к новым погодным реалиям приспособились автомобилисты. Самые находчивые водители стали объезжать неожиданное препятствие по тротуару. Специалисты экстренных служб оперативно среагировали на происходящее в Черкесске. Несмотря на неутихавший ветер, они начали разбор тех преград, которые мешали нормализации обстановки в республиканской столице. Причем стихия установила, можно сказать, рекорд скорости. Порывы ветра порой достигали 34 метров в секунду, а это свыше 122 километров в час. По распоряжению мэра республиканской столицы Руслана Тамбиева во вторник 22 ноября на день были закрыты учреждения дошкольного и общего образования. От занятий освобождены около 20 тысяч человек. Вполне возможно, кому-то из горожан могло показаться, что по каким-то адресам сотрудники регионального управления МЧС, а также представители ЖКХ, не столь оперативно отреагировали на происшедшее, как хотелось бы. Не попытались сразу разобрать завалы, удалить свисавшие тут и там куски кровли, сметенные с крыш домов. Однако работа на каждом конкретном объекте координировалась оперативным штабом. Приоритетным направлением для участников устранения последствий ЧАЭС всегда была и остается безопасность людей. Перевочисленные мероприятия – это те, которые угрожают жизни и здоровью людей. Опять же, нависшие конструкции, которые могут в любой момент упасть, нависшее дерево, которое может в любой момент упасть. То есть, если, допустим, дерево или кровь лежит уже все на земле, во дворе, или еще где-то, ничего не угрожает, естественно, этот объем работы в самом конце происходит. Самое первое – это то, что угрожает жизни и здоровью людей. Наиболее сложной была ситуация на Международной улице, где с девятиэтажного жилого дома снесло часть кровельного покрытия. Спасатели на месте оценили ситуацию, и как только представилась возможность, занялись разбором поврежденной конструкции. В течение некоторого времени съемочная группа телекомпании «Черкеск» следила за тем, что происходило на крыше. Зрелище, представшее на высоте нескольких десятков метров, было не для слабонервных. Что в прошлый раз, что в этот раз, в основном почему-то падают либо кровли, либо крыши, которые в последние годы ремонтировались. Совершенно верно. Эта крыша была обустроена в 2008 году по программе фонда софинансирования и реформирования ЖКХ. Но помимо того, что крыша была новая, построенная, она 8 лет уже, ну как бы, ее надо еще и обслуживать подобающим образом. На сегодняшний день имеем то, что имеем. Поэтому будем ликвидировать последствия и обустраивать новую крышу. Сейчас вот думаем, по какому проекту и какая организация подрядная будет заниматься этой работой. Да, трудности были. Они связаны с опасностью работы на высоте. Но у нас работали на высоте профессиональные спасатели, которые имеют соответствующее альпинистское снаряжение и соответствующую подготовку. Основные работы у нас были проведены по международной улице. по кровли многоэтажного жилого дома «Республиканская больница». Также оказана помощь многочисленным детским садам по распиловке упавших деревьев. Шаг за шагом коммунальщики и спасатели очищали город от огромных следов, которые оставила после себя воздушная стихия. Несколько десятков поваленных деревьев были распилены и поэтапно вывозились с мест чрезвычайного происшествия. Энергетики постарались в кратчайшие сроки восстановить работоспособность линии электропередачи. Однако кое-где провода, разумеется, уже обесточенные, до конца недели безжизненно свисали и как бы служили напоминанием о том, что совсем недавно пришлось выдержать черкесскую и горожанам. Сейчас производится расчистка повальных деревьев вчерашним ветром, который, знаете, был очень сильный, сегодня также ожидается. Деревья, которые были повалены, их порядка пяти штук. Одно сейчас стоит, еще под наклоном, надорвало деревья. Сейчас будем, цепляем веревкой, будем спиливать потихоньку, контролировать падение куда-то, а которые лежат внизу, чтобы, ну, их будем сейчас распиливать. Будет коммунальная служба подъезжать, вывозиться деревья все будут отсюда. Что до конкретных цифр, то всего в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации принимали участие более 400 человек. Для расчистки города от упавших деревьев и кусков кровли задействовано несколько десятков единиц техники. Ущерб для региона в целом и республиканской столицы в частности огромен. К сожалению, предотвратить агрессию природных явлений человеку в большинстве случаев пока не под силу. Зато благодаря многочисленным учениям служб экстренного реагирования, обеспечение безопасности для населения и быстрая ликвидация последствий ЧАЭС отработаны на должном уровне. Артур Мухцин, Андрей Дорошенко, Михаил Каракелян. Итоги недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова